Ну, в общем-то, вот весь мой доклад. Я хочу рассказать о том, что существуют так называемые сторонние пакеты, то есть помимо репозиторий CZIF и других репозиторий, из которых собираются дистрибутивы, есть еще пакеты, которые туда не входят, которые собираются различными компаниями российскими и иностранными. И эти компании по-своему относятся к своим обязанностям. Они собирают под какие-то дистрибутивы, которые нравятся, деп-пакеты, рпм-пакеты. Некоторые считают, что пакеты не нужны, скачайте файлики. И вот все это многообразие, в котором поставляется преприетарный софт в бинарном виде, я постарался упорядочить. ИПМ впервые я рассказал, получается, 10 лет назад на конференции в Обнинске. Он появился из кусков другого проекта и был назван запоминающимся образом. ИПМ это ИПМ-пакетч-менеджер, рекурсивный акроним, как обычно. И по своей сути это обертка над пакетным менеджером, который есть в вашем дистрибутиве. Дистрибутив может быть любой. Поддерживаются и апт, и юм, и там юрпмай, и все что угодно. От фрибсд до арча. Помимо пакетов там еще есть команда управления сервисами, потому что некоторые считают, что зачем нужны пакеты, если там нет сервиса, который можно запустить. Собственно, ниже приведены три примера команд, которые можно использовать для работы со сторонними пакетами. Допустим, если вы откуда-то скачали пакет и хотите его поставить, лучше этого не делать, потому что пакет может сделать с вашей системой что-то не то. Как правило, проблема две. И что пакет вообще не подходит по формату, у вас система с рпм пакетом, и вы пытаетесь восстановить деп. Либо вы скачали рпм пакет для фидоры, и он не устанавливается, потому что имеются неразрешенные зависимости, то есть пакет хочет что-то такого, чего нет у вас в системе, либо в вашей системе этот пакет называется, или эта зависимость называется по-другому. Получаются неудовлетворенные зависимости. Вот. Команда gpm repack просто перепаковывает указанный данный пакет в вид, который формат, в данном случае в рпм пакет. Делает она это с помощью штатного средства в системе рпм build, то есть с помощью alien распаковывается этот пакет, в него вносится изменения, он запаковывается обратно в рпм. Но install repack делает почти то же самое, только при установке можно добавить к рпк, и пакет будет не напрямую установлен, а еще перепакован при этом как раз-таки для исправления зависимостей. Ну и третий самый удобный вариант, если вам нужно что-то поставить из тех пакетов, установка которых, автоматическая установка которых поддерживается, можно просто написать e-point play и название пакета. Допустим, рецепт для установки MS-квали сервер достаточно сложен, нужно знать, где взять пакеты, для какого дистрибутива скачать их, в правильном порядке поставить, что-то еще настроить, это все раскриптовано и позволяет таким простым образом, то есть можно писать, я тут выводил e-point play, и есть некий список софта, который поддерживается. Слева это в колонке не название пакетов, это такие некие условные названия, как бы целей, которые можно поставить. В результате могут быть установлены пакеты с каким-то отличающимся названием, но это не имеет значения для управления. Есть команда установки, удаления, просмотра, того, что установлено. Я позже вернусь и покажу, как происходит установка во время вопросов. Вот он показывает, что установлены такие вот штуки. Попробуем перейти дальше. Там демонстрация просто отдельным процессом висит. В смысле? Таким образом пакеты могут быть самые разные. Список подбирался под насущей необходимости. То есть сначала там это был Skype, еще какие-то программы, различные браузеры, включая Яндекс.Браузер, с хитрыми особенностями по установке дополнительных FFP-кодеков из репозитория для Debian. Как-то задумали установщики. В общем-то во всех пакетах сторонних есть еще такая неприятная вещь. Там есть постустановочные скрипты. Скрипты, которые выполняются до или после установки пакета. И они вносят какие-то изменения в систему. И часто талантливые создатели таких пакетов, они там могут создавать файлы в каких-то местах вашей системы, создавать семинки в userleap, там какие-то библиотеки добавлять, что-то копировать, могут что-нибудь удалить. То есть можно получить результат, что после установки пакета у вас сломается все остальное. Ну как это иногда бывало в Windows раньше. Также неожиданно выяснилось, что когда программа поставляется, вообще в виде архива, допустим, вот Telegram поставляется в виде TARGZ, или что такое TARGZ. Вот оказывается, такие пакеты тоже можно устанавливать с помощью EPM, то есть EPM Repack отлично перепаковывает архив в RPM пакет. Располагая файлы в каталоге Opt, такое де-факто место для установки сторонних приложений. Вот это я все, собственно, рассказал. Но при перепаковке вызывается скрипт, который, если он существует, поставляется вместе с EPM, и скрипт может вносить разные изменения в спек, в файлы. Как правило, он приводит пакет в такой вид, что он легко устанавливается в систему. Обычно все эти действия замещают собой вот эти самые установочные скрипты. Ничто никуда не копируется, все файлы этим скриптом размещаются в нужные места, упаковывается в сам RPM пакет, и таким образом мы ставим RPM пакет, у нас все файлы появляются в систему. Удаляем пакет, у нас все удаляется, никаких скриптов не выполняется, никакой дополнительной деятельности. Вот эти скрипты находятся, их название соответствует названию пакета и легко добавляются, если вам нужно как-то модифицировать процесс перепаковки. Легко находятся, кто логи, ТЦ, EPM и меняются. Таким образом, установка приложений очень проста. Мы пишем EPM Play название из списка, и программа устанавливается согласно некому рецепту по скачиванию этой программы, поскольку нужно подобрать, от какой системы лучше взять пакет, как его скачать, иногда там требуется перейти по 10 ссылкам. Тут эта вся часть автоматизирована, чтобы пользователь не раздумывал, а ему в его RPM систему надо ставить DEP пакет или все-таки RPM, от какой версии, такие вещи. Плюс еще выяснилось, что некоторые приложения, некоторые производители заблокировали доступ к своим сайтам из России, и для некоторых таких я просто для прикола сделал скачивание их архивов через межпланетную файловую систему IPFS. Кому интересно, могут посмотреть отдельно, что это такое. Еще интересная вещь, которая задействована в скрипте по скачиванию пакетов, это eGET, такая обертка над eGET или курлом, почему-то, что я не делал, у меня сама получается какая-то обертка. Она компенсирует важный недостаток этих решений и позволяет скачивать файл по маске. То есть мы указываем файл, с какой маской мы ожидаем найти на странице и скачивает. Доступны два варианта. Классическое указание. Первая команда. Просто мы указываем путь. Там есть вайлкар, маска просто раскрывает его и параметр указывает, что надо в самую новейшую версию скачать. Второй вариант интереснее. Там есть пробел между URL и маской. И файл будет искаться среди ссылок, шлейфов на указанной странице. Ну, собственно, добавить какое-то новое приложение несложно. Можно взять, посмотреть, как написаны существующие скрипты, скопировать и добавить. Все предложения можно присылать через pull request на репозиторию на GitHub. Сейчас я запущу еще установку чего-нибудь, чтобы показать, как много букв в этом выводится. Что в этом могло быть? Попробуем саблаем. Не знаю, зачем, но… Так уже не получилось. Момент. Пусть это будет там-там. Вот сначала там входит версию, скачивает, запускает конвертацию. В конечном итоге установят сконвертируемый пакет. В списке установленных приложений… Пакет установленный появится. Можно через e-pm play посмотреть. e-pm play-list. Вот там-там появился. Команда такая есть. Наличие… Установленное приложение определяется по наличию пакета. То есть если мы посмотрим на какие из пакетов с таким названием… Вот там-там ап, так называется пакет. Ну и так его разработчики назвали. По его наличию определяется, что да, у нас установилось. Ну и мы можем его удалить любым способом, либо классическим, либо… Еще интересная вещь, что… Установлен таким образом пакет будет появляться в списке. Он даже целых два раза, потому что я забыл про этот момент. И помимо того, что он будет отображаться в поиске, он еще будет обновляться при обновлении системы. Если мы запустим обновление, то сначала пройдет классический аппетит-дестапгрейд, а потом вызывается еще ипплэй, истапгрейд. Не будем что запускать. Вот, ну, собственно, все. И-то вопросы будут? Можно я сразу скажу? Проблема была со скайпом, насколько я знаю, с Teams тоже была проблема. Вот как раз на том слайде, где говорилось про скрипты, которые до и после не выполняются. И вот это вот новшество, которое внесло Microsoft, что там на Chrome Sandbox, ну, вот эту песочницу, нужно выставлять права 4.7.5. Из-за этого, собственно, не запускался после установки ни Skype, ни Teams. Эта проблема как-то решена уже? Эта проблема давно решена, да, в новых версиях. Это новшество Basalt SPO, а не Microsoft. А, ну, отлично. Потому что нам приходилось пока вручную добавлять этот 4.7.5. Да, у меня оказалась система, в которой этой фичи не было, поэтому я не замечал проблему. Мне никто не сообщал свое время. Виталик, а вот ты сказал… То есть последний сайт на самом деле самый интересный был. То, что не для пользователей, а для программистов. Там совсем обычный shell script? Или есть какие-то готовые макросы, которые можно использовать? Я хотел показать. Какие-то наработки, ну и так далее. Там есть, ну, возьмем… То есть какие типичные действия выполняете при перепаковке и так далее. Сейчас. Я немножко забыл, как-то пользовался. Ой. А вообще документация по этому есть? Или только примеры? Видишь же, на языке shell. Ну, скрипт выглядит как-то вот так вот, например, для установки вот Chrome Goast. Вот там точка, вот самое интересное, какие-то точки. Есть некоторые общие функции, вот они тут и дальше применяются. Они где-нибудь описаны? Они самодокументированы. Когда я писал, собственно, дополнение, pull request, я вот именно так и это открывал, читал, там в принципе все понятно. Можно сказать, что вот сам является документацией. Вот, собственно, небольшая функция, которая проблема с сэндбоксом исправляет. Да, я понял. Ну, и я подтверждаю, что я разобрался достаточно быстро. Просто скачал пример, посмотрел, все понятно. Исправил как надо, отправил pull request. Ну, для R7 Office вот я сделал. Кстати, насчет pull request. То есть это пока все ставит, ну, входит прямо внутрь этого EPM, да, и в него как бы зашивается. То есть нет такого понятия, как какие-то сторонние добавления. Наоборот. А, наоборот. Ключевая вещь. Да, добавление есть. А, ну да, там D, я понял. Для каждого пакета отдельный файл, можно ставить другими пакетами, вручную написать, как угодно расширять, добавить поддержку нового приложения, поделиться этим или не делиться. Да, это как внутренне вшито, это просто популярная технология с расширением. Собственно, тебе никто не мешает завести отдельные репозитории, вроде там EPM-импортсы, ввести в нем пакеты, рецептов для EPM. Скачивать из интернета shell скрипты и запускать их по-трусу. Еще вопросы, предложения, пожелания. Тогда, насколько я понимаю, сегодняшняя секция у нас завершена. Поблагодарим Виталия.